МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Даян Данцерюн. Сегодня в выпуске. Мужество и отвагу тувинских добровольцев мы вспоминаем 1 сентября. В столице ТУВЫ прошел митинг. В школах республики прозвенел школьный звонок. Дан старт новому учебному году. По инициативе главы ТУВЫ Владислава Ховалыга прошло открытие нового проекта «Чистый город. Чистое село». А теперь расскажем об этих и других событиях более подробно. 79 лет назад, 1 сентября 1943 года, в Кызыле прошли торжественные проводы тувинских добровольцев на фронт. Первый тувинский добровольческий кавалерийский отряд повзводно выстроился перед домом правительства у нынешнего здания Верховного хурала. Всего тувинских добровольцев, воевавших в рядах советской армии, было 220 человек. Из них 10 девушек-санинструкторов. Их называли на фронте «Саянскими орлами». «Сегодня мы вспоминаем героев, и эта дата, День исторической памяти, отмечается ежегодно», рассказывает Алдынг из Буян. Слова благодарности воинам-добровольцам выразил глава ТУВЫ Владислав Ховалыг. Далее в памятный день отметили добровольцев специальной военной операции, которая направлена на уничтожение фашизма. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. В этот день медалью «За отвагу» был награжден доброволец Андрей Кудрявцев. «Нацизм не должен сюда прийти. Ни к нашим детям, ни вообще никому. Его просто надо уничтожать на корне». Медаль Министерства обороны Российской Федерации «Пять лет на военной службе» вручили молодому добровольцу Батайхану Арсарыгу. «Эта медаль не только моя, она принадлежит всем моим сослуживцам, моим землякам, которые борются против фашизма». Также в памятный день отметили учеников и студентов, проявившим смелость при спасении людей на воде. Благодарственные письма от главы республики Владислава Ховалыга получили Дангара Кужгет, Байкара Хомушку, Эдийский Кандан, Тамерлан Оржак, Демир Оржак и Денис Оржак. Далее в память о героях в земляках тувинских добровольцах была объявлена минута молчания. В 2016 году при поддержке народа и его пожертвований в республике была увековечена память офицеров, сержантов и рядовых добровольческого эскадрона Тувинской Народной Республики, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. К памятнику, представляющему собирательный образ солдата-кавалериста, ежегодно возлагают цветы. «Никто не забыт, ничто не забыто». Глава Тувы Владислав Ховулык сегодня на своей странице в социальных сетях отметил важность и значимость Дня Исторической Памяти. «Для нас этот день не только напоминание о факте далекой истории. Мы должны поддержать свою республику и свою страну, ежедневным трудом укреплять экономику и безопасность нашей великой России, быть достойным памяти своих предков». По всей стране звенят школьные звонки. Традиционный день знаний отмечается в России. В нашей республике сегодня 72 тысячи школьников сели за парты. Из них почти 8 тысяч – это первоклассники. Во всех школах Тувы сегодня было празднично и торжественно. Звучали слова на путстве и поздравлений, рассказывает наш корреспондент. «Здравствуй, школа! О тебе с волнением пишем мы нескладные стихи. Каждый год приходит пополнение, а уходят лишь выпускники. Каждый год сюда приходит первоклассников веселых о работах. Шумные, задумчивые, умные. И учитель в класс их всех ведет». После долгих летних каникул школы распахнули свои двери для ребят. В новый учебный год за партой сели порядка 71 тысяч 600 учеников. Среди них более 7 тысяч первоклассников. На праздничной линейке в гимназии номер 5 города Кызыла побывала глава, председатель хорала города Кызыла Ирина Казанцева. Поздравила учеников, их родителей и педагогов школы. «Поздравить вас с этим замечательным праздником и, конечно, пожелать вам всех благ, всего самого лучшего. Ведь 1 сентября – это особый день, который оставляет в душе каждого человека, наверное, разный, но неизгладимый след». Первоклассники пришли в школу, уже попришали со своим беззаботным дошкольным детством. Теперь они будут набираться знаний, жить по расписанию и знакомиться с новыми друзьями. А для 11 класса это особенный день, ведь они последний раз стояли на линейке 1-го сентябрьского звонка. Продолжилась линейка в честь 1-го сентября творческой программы. Ребята декламировали стихи, пели и танцевали. А зачем отправились в классы, чтобы впервые сесть за парту на первом школьном уроке? Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, радостным и в то же время волнующим. В Туве по федеральным программам началось строительство сразу двух школ. Об этом сообщает Министерство образования республики. Министерство образования республики проинформировало, что в 2023 году в Туве будут сданы в эксплуатацию ряд новых общеобразовательных школ. Об этом и как подготовлены имеющиеся школы к новому учебному году узнавал Сайген Пюрби. В этом году к началу нового учебного года капитальному ремонту подлежало 27 школ республики. Однако по различным причинам ремонт пяти школ к первому сентября закончить не удалось. По разным причинам. По причинам некачественно подготовленных смет, по причинах неправильной организации работ подрядчикам самим непосредственно. Но тем не менее мы все равно это держим на контроле. Сегодня уже составлены более плотные графики выполнения работ. Работы усилены, материалы практически все на объектах. Я думаю, к 15 сентября мы остающие эти пять школ закончим. В региональном Миноборе пояснили, что большого ущерба учебному процессу временные затруднения не нанесут. Все графики утверждены, планы составлены. В принципе, для начала учебного процесса небольшой урон будет нанесен, потому что дети не будут получать знания. Все равно дети будут активно участвовать в образовательном процессе. Но я надеюсь, к 15 числу мы их уже запустим в новую школу и в новые условия. Позитивным известием стало то, что в 2023 году ТУВА получит еще несколько школ. В этом году строится 8 школ по разным программам. Это по ликвидации третьей смены 3 школы и по созданию новых учебных мест строится 5 школ. В городе Козыль строятся 2 школы по этим программам. Одна строится на спутнике. У нас хороший застройщик там строит компания ООО «Сугу». По строительству очень активные и ведутся очень хорошо. Второй объект строится в пригородном Вавиленском затоне. Мы все знаем, что там большое количество населения уже проживает и школы практически нет. Поэтому главой республики было принято решение поставить там школу для того, чтобы дети, живущие на Вавиленском затоне, не чувствовали себя обделенными. Новые школы требуют современных технологических решений. Здания будут оборудованы лифтами, улучшенными системами антитеррористической и противопожарной безопасности. По-другому будут расположены столовые и это только часть ноу-хау. Вопрос бесперебойного снабжения населения углем со складов находится на постоянном контроле правительства региона и главы ТУВы Владислава Ховалыга. В этом году правительством было запланировано открытие 26 угольных складов, 5 из них в городе Кызыле. Сколько на сегодня работает топливных складов и как они обеспечиваются углем, расскажет Алдынкыс Буян. Здесь население закупает в среднем от 15 до 20 тонн угля, иногда доходит и до 40. С приближением отопительного сезона у жителей республики возникают все те же вопросы. Цена и условия покупки. Напомним, что отпускная цена твердого топлива с угольного разреза составляет 2200 рублей за тонну. При покупке на топливном складе стоимость возрастает на несколько сотен рублей. Почему 2507 рублей? Потому что уголь доставляется складом от разреза до Кызыла. Дальше есть еще плюс небольшая сумма надбавка склада 147 рублей. Таким образом, цена угля составляет, указали, 2507 рублей, как и было в прошлом сезоне. Она не изменилась. Орлан Междуршу, в числе тех покупателей, которым удалось без очередей и накруток на цены, закупить на первое время твердое топливо. Сегодня он приобрел тонну каахемского угля. Организация работает хорошо. У них очереди нет. Но пока нет, наверное. Показывает все, ну не обманывает там. Висы показывает? Висы показывает, все правильно. Всего в Кызыле будут действовать пять складов. Три из них на улице Таежная, на Вавиленском затоне и на Калинина 17. Уже принимают покупатели. Пока, как мы видим, наплыва населения не наблюдается. По словам представителя склада, этому способствует теплая погода. Но с наступлением холодов объемы поставок угля в углехранилище будут наращивать. Вообще 200 тонн мы продавали в прошлом году максимум. Если в хороших этих, если нормально ввозиться будет уголь, в день можно продавать 200 тонн угля. А это уже склад на Вавиленском затоне. Местом под хранилище выбрана территория бывшего племб объединения. Туда будет завозиться в день 20 тонн угля, думаю. 20 тонн угля. А в последующем будем завозить по потребностям. Но если будет больше уходить угля, будем больше завозить туда угля. Если спроса не будет, соответственно, конечно, будем завозить мало. Угольные склады в Кызыле и в районах Тувы запускаются в первую очередь для предотвращения дефицита угля и обеспечения населением топливом без накруток цен перекупщиков. По заверениям энергетиков, склады республики будут обеспечены топливом с большим запасом. Проблем с поставками угля на топливные склады нет. Также на разрезе. Потому что разрез подготовился на топительный сезон. Достаточно запас подготовленного угля имеется. И дальше по сезону тоже работа продолжится. Уже завершается обустройство топливных складов в Тандинском, Тесхемском и Эрзинском районах. В ближайшие дни работа стартует в Байтаигинском, Борунхемском, Мунгунтаигинском, Аверском районах. Сегодня в селе Самогалтай после капитального ремонта распахнула свои двери средняя школа. На торжественной линейке побывала наша съемочная группа. 1 сентября – долгожданный день для всех. Для одних этот день – шаг в будущее, а для других – способ вернуться в школьное прошлое. Этот день, особенно для первоклашек, самый волнительный и запоминающийся. Традиционная линейка, посвященная Дню Знаний, состоялась в Самогалтайской школе номер 2. Стоит отметить, что школа построена 40 лет назад. Все эти годы здесь не вели капитальный ремонт. И вот, наконец, обновленная школа готова принять своих учеников и педагогов, которые долгое время ждали этого дня. На ремонт здания школы было выделено более 32 миллионов рублей. Все кабинеты получили доски магнитные, шкафы, парты, стулья и оборудование для каждого учителя. Это у нас автоматизированное рабочее место. Каждому учителю это блок, монитор, оформленное рабочее место. Также получили оборудование в столовой. Это у нас плита шестикомфортная и шкаф двухстворчатый, жароварочный. Самое удивительное то, что наш подрядчик пошел навстречу и выполнил очень много работ, которые не вошли в нашу проектно-спортную документацию. Это построены два септика для туалета и для столовой отдельно. В здании светло и чисто. Установлено новое оборудование. Капитальный ремонт прошел благодаря федеральному проекту. Колоссальные изменения. 27 школ республики одновременно из 175 серьезно обновлены. Обновлены полностью. Не только ремонт, но еще и мебель и оборудование заменено. Кроме того, у учителя и школьной команды прошли повышение квалификации. Очень важно. Подрядчик начал работу в мае месяце и завершил работу в срок 5 августа. Работа не из легких, но тем не менее с поставленной задачей исправился. Обычное строительство, ремонт. Особо сложно здесь нет. Единственная, конечно, логистика. Вот что сказала. Материалы везти. Здесь какие-то сложности были. Ну и надо было, конечно, постараться, чтобы бригады нормальные сюда выехали. Все-таки это как бы вахта считается. В основном люди хотят работать в Козыле возле дома. Но в этом плане только сложности были. А так сроки, в принципе, нормальные. Три месяца нормальный срок, чтобы закончить такой ремонт. Глава ТУВЫ провел открытый урок у старшеклассников. Владислав Хавалык отметил, что для него это особенный день, так как он сам, хотя и недолгое время, учился в Самогалтайской школе. Глава пожила школьникам успехов в предстоящем учебном году. А учительский состав подготовил для главы музыкальный номер. Глава отметил, что ремонт сделан качественно. В работе дана высокая оценка правительством и Министерством образования республики. Пообщался не только с педагогами, но и с учениками. Мне было интересно, какие профессии они уже есть и выбрали, то почему эти профессии выбрали. Я, в свою очередь, рассказывал, востребованность к тому моменту, когда они закончат вузы, какие работы, какие предприятия в этом направлении будут работать. Безусловно, в нашей социальной сфере это учителя, врачи, они нужны будут, всегда будут нужны. И нужны будут и юристы, и инженеры. Я останавливаюсь только на таких профессиях, которые сейчас будут очень востребованы, в области добывающей промышленности, потому что сейчас начинается разрабатывать очень много месторождений полезных скопаемых. Нам нужны будут маршейдеры, горные инженеры, в том числе и работа, которая будет работать на тяжелой технике. По данным Министерства образования Тувы, в этом году за парты сели почти 8 тысяч первоклассников. Инна Клаян, Буян Магуш, Софья Сая, Тува-24, Тесхемский район. В Туве по инициативе главы Тувы Владислава Ховалыга дан старт новому проекту «Чистый город, чистое село». Мероприятие состоялось у памятника красным партизанам. В нем приняли участие активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы» и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тува. Подробнее расскажет Алдынай Сая. По поручению главы Республики Тува Владислава Ховалыга в Туве стартует губернаторский проект «Чистый город, чистое село». Ее основная цель – сделать столицу республики, город Кызыл и районные центры чище, красивее и безопаснее. Сегодня Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики совместно с молодежным движением «Добрые сердца Тувы» дан старт новому губернаторскому проекту «Чистое село, чистый город». Это была инициатива главы Республики Ховалыг-Тува Ставщина, чтобы наши поселения были удобными для проживания, красивыми. Начало старта проекта прошло у памятника красным партизанам, расположенного в сквере на берегу Улухема. Волонтеры и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства начали новое дело с уборки территории памятника. Такое место надо обязательно привести в порядок в первую очередь. Так решили волонтеры отряда «Добрые сердца Тувы». Сегодня, после школьной линейки, посвященного 1 сентября, ко дню знаний, мы собрались убрать территорию около памятника красных партизан. Мы очень рады, что нас, активистов движения «Добрые сердца Тувы», сегодня пригласило Министерство ЖКХ, для того, чтобы дать старт инициативе нашего главы Владислава Товарища Тувы, которая направлена на озеленение и чистоту нашего города. На реализацию проекта на 2022-2025 годы правительство Республики Тува выделяет более 140 миллионов рублей из республиканского бюджета. Проект рассчитан на три года, и в ходе его исполнения будут проведены различные акции, муниципальный конкурс, направленные на развитие садоводства и огородничества, благоустройства и озеленение общественных территорий населенных пунктов. Наш город – это наш родной дом. Давайте все вместе сделаем наш город чише, убирайте за собой мусор. Это были новости на телеканале Тува-24. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова